Переходя во вторую касту, человек получает, скажем, свой арсенал, гораздо больше инструментов, здесь у него нарабатывается навык коммуникации. То есть навык коммуникации дает человеку возможность во второй касте с помощью своего голоса, с помощью общения достигать каких-то целей, исполнять свои желания, зарабатывая на этом деньги. Поэтому в касте купцов люди уже как бы не работают физически, хотя могут и работать, не выполняя свое предназначение, они могут работать и физически. Но в этой касте в идеале человек должен работать на той работе, где он с помощью общения, с помощью коммуникации может достигать поставленных задач, которые поставлены человеку в данной профессии, ну и собственно зарабатывать на этом деньги. То есть здесь человек не физически работает, а уже с помощью голоса. То есть смотрите, чем выше уровень сознания, тем меньше человеку нужно делать физических действий для того, чтобы исполнять свое желание. Да, во второй касте визуализация она намного лучше, чем в первой касте. В процессе эволюции четкость форма образов, она становится более четкой, более прорисованной, более правильной. И соответственно в касте купцов желания уже сбываются у человека с помощью общения. Поэтому во второй касте, в касте купцов люди зарабатывают деньги с помощью общения, с помощью продаж, с помощью коммуникации, выстраивания отношений между людьми, которые допустим нуждаются в продукте. И собственно представитель каста купцов, он как бы связывает людей с теми, кто продает что-то и с теми, кто покупает. То есть как один из вариантов. Он может создать что-то свое и это также продавать. Может работать где-то в магазине, на рынке, менеджером продажа. То есть он зарабатывает деньги именно с помощью общения.